Мы с вами рассмотрели пороговую функцию активации, однако это далеко не единственная функция, которая встречается в нейронных сетях. Мы с вами сейчас рассмотрим еще одну функцию активации. Итак, пороговая функция активации это функция, которая принимает два значения 0 и 1. И значение 0 принимается, когда аргумент функции меньше или равен 0, и значение 1 принимается в том случае, когда аргумент функции больше 0. Это не очень хорошая функция, мы позже с вами разберем почему. Но для того, чтобы улучшить некоторые характеристики этой функции, используется другая функция, у которой нет разрыва в точке 0. Итак, пороговая функция активации выглядит вот так. У нее есть разрыв в точке 0. Рассмотрим функцию, которая сдается следующей формулой. 1 делить на 1 плюс e в степени минус x. Эта функция называется сигмоидой. Проанализируем эту функцию. Когда аргумент стремится к плюс бесконечности, значение сигмоиды стремится к следующему. Когда x очень большой, e в степени минус очень большое число, это почти 0. Соответственно, сигмоида принимает значение 1. Рассмотрим другой случай, когда x стремится к минус бесконечности. В этом случае e в степени минус очень большое отрицательное число, это очень большое положительное число. Что означает, что сигмоида принимает значение 1 делить на очень большое положительное число. Что означает, что сигмоида это очень маленькое число. Таким образом, при х, стремящемся к минусу бесконечности, сигма от х стремится к нулю. При этом стоит отметить, что сигмоида всегда положительное число, потому что е это положительное число. Функция экспоненты это положительное число. И кроме экспонента у нас еще есть два положительных числа. То есть здесь никак не может возникнуть никакого отрицательного числа. Кроме того, мы должны отметить, что сигмоида меньше единицы. Потому что е степени минус х это всегда положительное число. Соответственно, знаменатель не может быть меньше единицы. И таким образом, сигмоида не может быть больше единицы. Кроме того, когда х равен нулю, сигмоида равна 0,5. Это достаточно просто проверить, просто подставив место х 0. И тогда мы получим 1 делить на 1 плюс 1, то есть 1 вторую. Довольно интересным свойством обладает эта функция. Если мы добавим параметр температуры, то при параметре t, стремящемся к нулю, сигма от х будет стремиться к ступенчатой функции. Действительно, если у нас t будет очень маленьким числом, то если х это небольшое число, но которое значительно больше этого очень маленького числа, е в степени минус х делить на t будет уже очень маленькое число. Таким образом, уже даже при небольших значениях х, 1 делить на 1 плюс е в степени минус х делить на t будет почти единица. И наоборот, если х это небольшое, но уже отрицательное число, то минус х делить на t – это уже достаточно большое положительное число. И тогда 1 делить на 1 плюс е в степени минус х делить на t – это уже практически 0. Чем меньше значение температуры, тем резче переход от 0 к 1.